Почему мы забываем сны? Многие люди считают, что им ничего не снится, или когда человек просыпается, помнит, что сон какой-то был, но о чём он, нельзя вспомнить. Сон на самом деле состоит из двух фаз. Первая – медленный сон, во время которого нам ничего не снится, она может длиться до одного часа. Вторая – быстрый сон. Вот в этой фазе видят сновидение. Быстрый длится где-то от 5 до 15 минут. Если у человека полноценный здоровый сон, то за ночь у него должно проходить 5 циклов. Последовательность из медленного и быстрого сна. Так что за ночь можно видеть где-то 5 снов. Но запоминается обычно последний, который снился нам под утро. И если в этот момент была фаза быстрого сна, ночные сны можно запомнить, только если это был ночной кошмар или какие-то посторонние звуки потревожили сновидение. Человеческое сознание считает, что эта информация сна для нас не важна, поэтому стирает сновидение. Эти сновидения могут принести неуютность подсознанию. Много ненужной информации для сознания. Проснувшись утром, в период, когда со стадии дремоты переходите в стадию бодрости, можно помнить только половину сна. Через короткое время можно забыть весь сон, если не будет заострённое на нём внимание. Случается это потому, что образы и места не совсем чёткие, и их очень сложно запомнить. Также можно позабыть сны, если в них что-то новое, и оно больше не повторится. Люди не могут сопоставить сон с каким-то примером из жизни. Сон, в котором происходит что-то странное или совсем нереальное, его будет сложно ассоциировать с повседневными вещами. Но есть такие сны, что наводят страх или моменты, которые могут случиться в будущем. Тогда сознание запоминает их. Воспоминания о таких снах могут остаться на много лет, или даже на всю жизнь. Опять же, есть сны, которые очень реальны. Человек не может понять, что сон вымысел. Часто люди не хотят, чтобы была такая реальность, и тогда после пробуждения она также может оставить след в памяти. Если человек желает, чтобы увиденные события остались надолго в его памяти, нужно выполнить несколько действий. После пробуждения полежать некоторое время, тогда, находясь в стадии дремоты, можно увидеть некоторые моменты сна. Не нужно слишком напрягать мозги, чтобы попытаться вспомнить. Следует лишь отдаться воспоминаниям. Хорошо будет, чтобы увиденное было записано на листок бумаги, так быстрее можно будет восстановить определённые воспоминания.